Всем привет! Перезаметки в Черкесии. И сегодня у нас выпуск, посвященный одной из тематик, которую мы уже упоминали. В частности, у нас была речь о Тимруке Идарове и его судьбе в истории Кабарды и истории Московского княжества. И сейчас я хотел бы поговорить об одном из его сыновей, Салтанкуле, который в православии принял имя Михаила. Дело в том, что когда посольство в 1558 году ушло из Кабарды от Тимрука Идарова к царю Ивану Грозному, когда он сватал свою дочь Гошеней за Ивана Грозного, Гошеней стала второй женой Ивана Грозного, царицей Марии Тимрюковной. Но ее сопровождали еще два брата – Салтанкул и Булгирук. Салтанкул, он, в общем-то, остался в Москве. Булгирук уехал, он позже попал в плен в 1570 году к Римскому хану, в том сражении, где пострадал серьезно Тимрюк сам. А вот Салтанкул остался, значит, в Москве, принял крещение и получил статус удельного князя, служилого. Иван Грозный его крестил, учил грамоте, достаточно привязался к нему. Уже в следующем году, после того, как он пришел в Москву, Михаил уже с новым своим именем отличился в боях против крымских татар, в которых участвовали московские стрельцы. За что царю похвалил его князь Дмитрий Вишневецкий, в общем-то, тот человек, который участвовал как бы посредником во всех связях с Кабардой, тогда именно он в Кабарду приезжал, переговоры вел изначально даже с Тимрюком. И вот, породнившись с царем через сестру Марию, Михаил, он же Салтанкул, да, приобрел достаточно силу при дворе царя Ивана Грозного. Фамилию ему придали Черкасский, в общем-то, таким образом появилась в принципе фамилия Черкасских, достаточно известная аристократическая фамилия в российском государстве. В 1567 году, значит, уже через 9 лет, Михаил женился на 15-летней дочери боярина Василия Михайловича Захарина Юрьева, точнее, и получила от царя достаточно большие угодья в отчины возле города Гороховца по рекам Акея и Клязьме. Но проблема была в том, что князь был, точнее не князь, царь Иван Грозный был такой своеобразный человек, в общем-то, у него настроение очень часто менялось в противоположные стороны, и вот эти имения у Клязи Михаила он периодически отбирал, ну, там, впадая в гнев по тем или иным поводам. Но вот он все равно за Михаилом, в конце концов, это все сохранялось. И несмотря на вот эту вот такую нестабильность, да, в отношениях с Иваном Грозным, он все равно преимущественно оставался его в достаточно близком окружении царя. И так случилось, что когда Иван Грозный начал создавать опрични, ну, в общем-то, он именно Михаила поставил одним из главных таких организаторов этого института власти. В общем-то, Михаил стал одним из создателей, по сути, опрични, ну, один из, да, в списке. Во времена волнения он прятался, Иван Грозный прятался у Михаила в его доме, где он его защищал на воздвиженке. Значит, очевидцы так описывали в времена, когда Михаил заседал в той же Боярской думе, что он сидел первым в Боярской думе и при перечислении думных списков назывался всегда первым. И князь Михаил Атимрюкович Черкасский был человек великий и временный, и управы было на него добиться не можно. То есть мы видим, что это такой довольно уже матерый боярин, депутат, да, условно говоря, который уже, ну, займев хорошую должность, он, скажем так, позволял себе злоупотреблять властью, и управа на него не находилась. В общем-то, слишком серьезным было его положение при дворе. За этим, как описывают очевидцы, за этими словами кроется такая достаточно жестокая натура этого Михаила, который, в общем-то, непосредственно участвовал в довольно жестоких расправах над населением, творимых опричненной. В 1568-70-х годах он участвует в Ливонской войне, отражает набеги с другой стороны крымских татар, но, правда, влияние к тому времени его уже пошатнулось, потому что в 1569 году умерла царица Мария Тимрюковна, и неукостительно стало падать, естественно, и влияние следом ее брата Михаила. Роковым для Михаила Тимрюковича стал 1571 год, когда крымский хан Деблетгирей совершил масштабный поход на Москву. Дело в том, что опричненная не справилась, в общем-то, с отражением такого массивного нападения на страну, уже, наверное, привыкший работать, в общем-то, немножко в другом ракурсе, с населением собственным. И при этом понятно, что опричненная еще была погружена в довольно такой, как бы сейчас сказали, в коррупционный хаос. Хан сжег Москву, Иван Грозный вынужден был прятаться тогда в Ярославле, и, естественно, это отразилось немедленно на его отношении к капричникам. Тогда так получилось, что Михаил Черкасский, в общем-то, не смог принять удар прямой на себя, крымской хана, и напал на отходящие уже войска крымчаков, в общем-то, просто на обозы какие-то отстающие, попытки отбить пленников обратно, но, в общем-то, серьезного урона не нанес. Крымчакам они спокойно, с добром всем ушли к себе в Крым. И кто-то донес царю, что на стороне крымского хана якобы выступал отец Михаила Темрюк Идаров, хотя к тому моменту он уже был как минимум несколько месяцев как мертв. Ну, так вот сработали источники, прошли слухи, и Черкасский был вызван в Александровскую слободу, где был казнен за недоказанную измену с Иваном Грозным. По разным сведениям, произошло это между 16 и 23 мая 1571 года. Некоторые источники, зарубежные, как правило, да, иностранцы при дворе сообщают, что якобы даже и семью Михаила казнил Иван Грозный, причем сначала казнил семью, а потом уже его, то есть он это все видел. Ну, естественно, все родственники, многие, точнее, родственники Темрюковых, они пострадали. И, в общем, царь его тогда методично расправлялся с отречниками. За год до своей смерти, в 1583 году, Иван Грозный решил как-то, видимо, на старости лет переменить свое мнение и то, что ли, оправдать, скажем так. Помиловал он их посмертно от этих опальных и прислал в Троице Сергиев монастырь большой вклад по душе Михаила Темрюковича. Признал, что он был неправ. Старшая ветвь черкасских в целом в России продолжалась еще в течение почти 70 лет. 1651 года, когда оборвалась со смертью Коншова Мурзы, имевшего имя в крещении Дмитрий Мамстрюкович. Он был боярином при царях Михаиле Федоровиче, Алексея Михайловича, то есть весь, получается, 17 век, в общем-то, при дворе сохранялась еще ветвь черкасских. Но младшие ветви сохранились и они по настоящее время живы и потомки, точнее, черкасских живы и считаются одной из потомков аристократической российской семьи. На этом все. Пишите комментарии, ставьте лайки, делитесь с друзьями и всем до новых встреч. Пока!